Тепличные условия У ребенка нет температуры. Если температура на улице около нуля, достаточно влажность, не идет дождь, у ребенка легкие явления ОРЗ, то это даже приветствуется. Активные игры на улице даже будут приветствоваться, так как идет усиление кровообращения органов дыхания, тем самым легкие освобождаются от слези, мокроты, то есть усиливается кашель, то есть это положительный момент. Прогулки помогают сместить акценты. Вместо грустного времяпрепровождения у телевизора малыши получают порцию новых впечатлений, и болеть совсем не хочется. Если на улице у малыша потекло из носа, это не повод срочно возвращаться домой. Повышенная секреция – нормальная реакция на высокое содержание кислорода. Следите за тем, как одет кроха. Нельзя потеть или замерзать. С купанием все так же просто, говорят педиатры. Они рекомендуют душ, особенно при отсутствии температуры. Важно, чтобы вода не была горячей, иначе температура у больного может подскочить. Это нужно смыть, да, потому что мы смываем пот и смываем вместе с ним токсины, которые вырабатывались во время усиленного потоотделения. Просто смыть, мы не говорим о купании длительных по 10-15 минут. Температура вода должна быть на градус 2 выше, то есть около 38 градусов. Мы боимся, почему купание? Боимся перепадов температуры, когда ребенка перенести в помещение на несколько градусов ниже, чем температура в ванной. При простудах детям можно все, что и в обычной жизни. Важно, чтобы у малышей сложилось четкое восприятие. Болеть – это не весело. Поэтому отложите в сторону планшет, выключайте телевизор и срочно отправляйтесь за положительными эмоциями.